Если бы я присутствовал, я бы в ту бочку мёда о положительных значениях кросс-культурной коммуникации подлил бы ложку дёгтя. Потому что как-то у нас принято считать, в общем, у нас в европейской традиции, что культура позиционируется как инструмент культурной коммуникации, которые способствуют взаимопониманию разных народов путём культурного диалога, взаимовлияния и обмена культурными ценностями. То есть этот диалог рассматривается как позитив, который даёт возможность культурной коммуникации разным народам, разным цивилизациям и так далее. Однако именно культура является квинтэссенцией этнического versus национального самосознания и манифестантной формой идентичности, что имеет следствие этнокультурную конфронтацию, часто выражающуюся в культурных конфликтах и в участии культурного компонента в конфликтах политических. Ещё покойный академик Топоров, чей портрет там висит и меня вдохновляет, учил нас, что понятие «свой» формируется только в контексте «свой-чужой». Если чужих нет, мы не знаем, кто такие свои. И это хорошо зафиксировано этнографом XIX века. Я беру только центральноевропейский регион, славяне Венгрумана. Когда приходили, спрашивали, а вы кто? Поляки, русские, а мы тудейшие. То есть местные. И этническое самосознание, затем национальное самосознание, привносилось в народную массу интеллигенцией. Поэтому у болгар и у чехов они называются будители. Они будили, точнее прививали, обучали национальному самосознанию простой народ, который позиционировал себя только местными. Вот мы местные, да, вот мы не турки, допустим, но мы местные, кто вот, говорим не по-турецки, а по-болгарски или по-славянски. А в славянском континууме это ещё труднее, потому что чужие очень близкие свои. И если конфронтация в центральноевропейском регионе между славянами и немцами очень чётко и проходит по языковому принципу, или между славянами и венграми, то в чисто славянском континууме мы встречаемся с очень большой сложностью привести вот эту вот дифференцирующую линию. И когда приходит момент национально-культурного становления наций, это, допустим, национальное возрождение XIX века, у болгар, у чехов, у словаков, прежде всего стоит проблема отделения от чужого. В Австро-Венгрии, ну, тогда ещё не было Австро-Венгрии, и в Австро-Венгрии огромной монархии – это, прежде всего, конфронтация между славянами и немцами. У словаков – между словаками и венграми. И именно это вызывает культурную борьбу, которая потом перерастает в борьбу политическую. Несмотря на такое формирование этнокультурного и национально-культурного самосознания, формируется, я бы сказал, амбивалентное отношение к культуре господствующей нации. Мы берём случай империй, австро-венгерскую, австрийскую дотову, российскую империю, где это становление национально-культурного самосознания, идентичности, формируется, прежде всего, в противопоставлении мы и они, когда они – это господствующая нация. Немцы – в австрийской монархии, русские – в российской монархии. И в то же время амбивалентность состоит в том, что в процессе этого противоставления играют свою роль культурные связи в позитивном значении. Да, вот мы немцев ненавидим, как наших угнетателей, двухсотлетняя австрийская ига в Чехии, но мы для того, чтобы построить свой чешский театр, берём те пьесы, которые идут в Вене и собирают полную кассу, переделывая их чуть-чуть вот под свои нравы, под свои реалии. Далее. Переводится на чешский язык в эпоху национального возрождения все крупнейшие творения немецких авторов. Шиллер, Гёте прежде всего. И это не вызывает отторжения. Наоборот, становящаяся культура воспринимает высшие культурные достижения культуры господствующей и адаптирует их, то есть переводит на свой язык в смысле языка, в смысле лингва и в смысле культурного языка. То же самое некоторые аналогии можно провести с процессами, которые идут в культуре господствующей нации. Кто впервые задался целью вывести Яна Гуса и Яна Жишку на театральную сцену и написать о них романы? Немецкоязычные авторы. Чехи опоздали здесь. Как-то не парадоксально. Кто помогает выйти, скажем, национально-локальной литературе в мировое литературное пространство? Потому что, допустим, переводчиков со словацкого на английский язык в XIX веке нет. Переводчиков с польского на французский язык есть, конечно, но мало, или с польского на немецкий есть, но мало. И польская литература к концу XIX века выходит на мировое пространство через русские переводы. Кто делает мировую славу? Синкевичу. Русские читатели. После этого он получает Нобелевскую премию за роман Каму Градеши, который прохлопала русская цензура, потому что роман на самом деле русофобский. И под империей Нерона представлена империя русских царей. А борцы, первые христиане, это, естественно, надо понимать, поляки. Это образность. Но, тем не менее, русское общество поддержало, пришло восторг от этого романа, и писатель получил Нобелевскую премию. Таким образом, господствующая культура находится в очень интенсивном и амбивалентном диалоге со становящимися национальными культурами. А эти культуры малых народов, когда хотят совершить рывок, философия прорыва, как это называл Ницше, применительно, кстати, к немецкой культуре, что немецкая отстала от французской и английской, философия прорыва, то же самое делают и славянские культуры в 19-м, даже в начале 20-го века и продолжают это делать, прорыв в мировое пространство, когда надо немножечко подтеснить культуры господствующей нации в империи и обратиться к другой. Так делают русские поляки, ориентируясь на Париж, так делают болгары в 19-м веке, ориентируясь на Париж и Берлин. И это вызывает в Болгарии процесс, который Георгий Дмитриевич Гачев обозначил как прорыв в развитии литературы и ускоренное прохождение всего того, что европейская литература прошла за три столетия. Болгарская это проходит за три десятилетия. От средневековья к меценству. За три десятилетия. Аналогичные процессы идут и в других литературах. Но когда образуются уже независимые государства как политические единицы, перед национальными культурами встает иная проблема. Империи исчезли, возникли небольшие национальные государства и встает проблема национально-культурного строительства. Естественно, здесь огромную роль играет язык и его утверждение в качестве государственного языка и свой исторический миф, то есть тот конструкт исторической памяти, который нужен для построения национальной культуры. Для чехов в 1918 году и после такую роль сыграл гусицкий миф, формирование которого началось еще в эпоху романтизма с трудов Франтишка Павловского. Затем эту эстафету подхватывает создатель Чехослованской республики Масарик. Для него гус воплощение истиннославянской демократии, как потом Каменский, в противовес западноевропейскому либерализму, который, во-первых, атеистичен, а во-вторых, не имеет народных корней. Отеческий гуманизм, гус-каменский, во-первых, глубоко религиозен в протестантском смысле, опять же, противостояние протестантов и католиков, и украинен в народной массе. И гус-каменский выходцы из простого народа. Поэтому чешский гуманизм гораздо выше западноевропейского либерализма. Вот концепция Масарика. И на этом строится национальная культура, национальная церковь, чехословатская, гусицкая церковь, которую Масарик искусственно создает, которая сейчас существует, и почти не имеет прихожан, гораздо сложнее с теми нациями, которые не успели развить свои культуры в эпоху национального возрождения. Импульсы были, импульсы были прерваны, поэтому неовозрождение наступает в конце XX века с распадом СССР и Югославии. Возникает большое количество новых независимых государств, которых никогда не было на картах Европы, и им надо доказать легитимность своего государственного существования. Поэтому Словакия приватизировали всю венгерскую историю, ибо она разворачивалась и на их территории, как бы забывая о том, что на этой же территории жили и венгры, и немцы через полотническое, через полосице. Город Кошица чисто венгерский, чем и вызван был рецидив захвата Кошица венгерскими войсками в 1919 году и в 1943, кажется, или 1939? 1938, когда только возникла независимая Словакия. И сам Гитлер улаживал конфликт между Новой Словакией и Венгрией. В учебниках словацкой литературы написано, что словацкая литература развивал первыми словацкими писателями или Кирилл и Мефодий. И вся литература на территории, созданная на территории современной Словакии, она словацкая, но развивалась на нескольких языках. Древнеславянском, латинском, немецком, чешском и, наконец-то, словацком, который возникает позднее. А вот нет, не венгерском, не только не венгерском. А вот здесь вот это противостояние нового государства. Тот же самый процесс, но в гораздо более утрированных формах, мы видим на пространстве бывшей Югославии, когда раскалывается единый литературный язык, и появляются аж три языка, сербский, хорватский, черногорский. Ну, насчет боснийского. Тут вопрос там же с графикой вопрос, потому что некоторые хотели перейти на арабскую графику, как и было где-то в 17 веке. Там довольно сложный вопрос, потому что наслаивается еще и религиозная идентичность, мусульманская идентичность. Мне кажется, сложный конгломерат, но, во всяком случае, построение национально-культурной парадигмы основывается на отторжении, прежде всего, от того народа и его культуры, с которым вместе, рядом, жили в большой империи и считались большими друзьями. То же самое мы видим на пространствах бывшего СССР. Прежде всего, конечно, это случай Украины, когда новое украинское сознание формируется на заново создаваемом украинском историческом мифе, который очень часто приобретает карикатурный характер. И карикатурность эта и в бывшей Югославии, и в бывшем СССР основана на том, что национально-возрожденческие процессы были по тем или иным историческим причинам прерваны в XIX веке или даже раньше. С польской культурой этого не произошло, поэтому она развивалась интенсивно, активно, прогрессивно, несмотря на то, что Польши на карте Европы не было. Таким образом именно культура является фактором создания национально-культурной политики новых государств, которая формируется в конфронтации с ближайшими соседями, друзьями, под которыми они были. Чехи, там, венгры преодолели этот комплекс, войдя в евроструктуру. Теперь наоборот подчеркиваются те элементы их культур, которые способствовали интеграции в европейское культурное пространство. Возьму Чехию, которую я изучаю. Если раньше героем чехского народа был Ян Гус, потому что он боролся с немцами. И не только с немцами. В 68-м году главный гуситолог, академик Мацак, сказал в одном интервью, что вот, как Гус боролся с немцами, так и сейчас нам, чехам, надо бороться с Советским Союзом после вторжения. за что слетел со всех постов и резко изменил свою историческую ориентацию с марксистской на антимарксистскую. Итак, гурс символ борьбы против немцев. Теперь же, когда Чехия в Евросоюзе и НАТО, интегрированная в Европу, то главный герой чешской истории король и император Карл IV, который осуществлял в XIV веке эту политику с совершенно замечательным лозунгом «разнообразие в единстве». И теперь это отвечает идеологии Евросоюза. Поэтому Орбан в Венгрии и ставит для мигрантов совершенно жесткое условие. Изучите наш язык, тогда и ассимилируйтесь, тогда тут и проживайте. То же самое, но в более мягкой форме говорил чешский президент Клаус. И действительно, те мигранты, которые долго живут в Чехии, вьетнамцы и даже негры из Центральной Африки, прекрасно говорят на чешском языке. Даже видел изумительную сценку, идет черное семейство, мало-мало-меньше, и говорят между собой на чисто чешском языке. так что культурный диалог это отнюдь не то поле, где можно с радостью бегать в одну и в другую сторону, обмениваясь цветочками и плодами культурной деятельности. Это еще и поле, как выразился Владислав Ванчура, поле пахоты и войны, которое надо вспахивать, проводить межи, разграничивать, воевать, война идет. Это объективный процесс, но и во время, как мы знаем, сама война есть ситуация культурного обмена, что показывали все, в особенности мировые войны, тридцатилетняя и первая и вторая, мировая война тоже как поле культурного обмена. Что мы можем видеть и в самых таких вот даже смешных карикатурных ток-шоу, которые показываются по разным телеканалам и у нас, и не у нас. Допустим, ну ладно, уже да, в Риме истекло не буду проводить примеров, но даже вот такая конфронтация, она дает возможность, во-первых, четко сформулировать свои культурные позиции, возможность опровергнуть точку зрения оппонента, поэтому дискуссионное поле все равно сохраняется. И как бы не враждовали эти народы центрально-восточную Европу в прошлом, они всегда находились в общем культурном и даже культурно-политическом пространстве. И после распада крупных империй это большое поле сохраняется. И это отличает этот регион от региона собственно западной Европы или собственно южной Европы. Вот на этом разрешите разрешить такие вот свои общие соображения, которые высказаны были довольно эмоционально и основываются вот как раз на вашей теории эмоционального высказанного. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Очень интересно вас слушать. Мне кажется, особенно я бы все-таки ваши последние слова бы взяла как пример, где вы немножко от культурного отторжения и как вы это назвали отторжения, что, наверное, имеет основание как тезис, все-таки перешли к большому культурному полю, потому что есть опять пример театра и особенно театра вообще 21 века и не только даже на примерах Украины и России такие фигуры, допустим, как желдок являются фигурами русского театра не менее, чем украинского и в общем-то я даже на последствии и я начинаю уже думать, что если говорить о самых крупных представителей, которые в конце концов формируют культурную историю, очень, скорее всего, вопрос национального уже снимается, потому что, допустим, кто такой режиссер, который работает с международной командой в европейских и американских сценах, в общем-то, мне кажется, что мы идем уже перед смыслением концепта национального по крайней мере точно по отношению сценических вы совершенно правы, как пример подтверждающий ваш тезис, могу провести фестиваль балканских театров, который наконец-то после этих всех войн, закончившихся, состоялся, куда съехались театры из всех балканских государств. Это было действительно поле мира после войны. И театральный диалог, конечно, продолжается. Как бы, допустим, Жолдока не громила наша часть нашей критики и часть зрителей, все равно все с нетерпением ожидают его спектаклей, которые иногда, кстати, бывают и довольно академичны. В Александринске он сделан, я же все прочихлась выночила, в Александринске он сделан спектакль «По ту сторону занавеса». Это одно из самых больших откровений для меня как чесариста в отношении трюксов. А этот межкультурный диалог продолжается в той же Александринке. Знаменитый венгерский режиссер Атила Виднянский поставил наше преступление и наказание гениальный спектакль. И интересно вот в такой культурном диалоге точка зрения представителя иной культуры. «Как вы видите нас не только у себя, а привозите свое видение нас к нам и нам же его показываете». Вот это чрезвычайно интересно. Допустим, русская классика в постановке иностранных режиссеров, которые ставят в России. Пожалуйста, еще вопрос. У меня вопрос в комментарии. На самом деле вопрос я походу переделал по итогам того, что вы сказали о театре. Хочу еще маленький пример привести, что в Москве известный Бахтанговский театр возглавляет везонский режиссер и посту. Уже нет. Он является художественным руководителем. Уже нет. Он на пенсии. По состоянию здоровья теперь Герри Бутусов. Это главный режиссер. Он продолжает быть художествен. Ну, не суть важна. Не суть важна. Такой пример тоже москультурного театрального режиссера. Конечно. Сейчас в Москве засилие литовских режиссеров. Еще Карбаускис, Дочту Милоса, еще ряд режиссеров. Почему? Потому что кризис московской театральной режиссеры. И расцвет литовской. И это очень плодотворно. Мой вопрос касался следующего. Вы сказали о том, что естественно мы понимаем свое в оппозиции и в сопоставлении с чужим. Насколько в ваших исследованиях вы используете модель семиосфер Лотмана, в частности то, что с периферии чужое незнакомое приходит в центр, ассимилируется и становится практически нормой. и даже мы потом от него отталкиваемся, чтобы идти дальше. Считаете ли вы эту семиотическую теорию перспективной для таких культурных исследований в будущем? Она чрезвычайно перспективна, потому что верна. Потому что все историческое развитие культуры доказало ее правоту. Попадание с периферии в центр, затем дальше в свой центр, дальше в европейский центр, это уже становится мировым культурным достоянием. Лучше всего, наверное, всем. Такой наглядный пример. Марий Захарович Шагал. Из задхлой белорусско-еврейской провинции художник мира. Через центры, через Москву. А потом это уже как бы мы от этого отходим, это прошлое культурное, и идет следующая волна. Это просто теория подтвердила свою справедливость и жизнь. Отсюда огромное значение культуры провинции. Потому что очень многие великие вещи рождаются в провинции, но реализуются только через столицу. И я не знаю, что было бы с польским композитором Шокеном, если бы он не стал Шопеном в Париже. Если бы остался народ. Тоже ведь вопрос. у меня такой маленький комментарий, вот когда говорили про то, что словацкая литература и стали все литературы, которые просто на территории были. У меня в детстве такое недоразумение возникло, для вас может нормально, когда я нашел дома книгу, называется История СССР, открывая, а там книги ядеревные русские. Да, еще государство Урарту, Средняя Азия, то есть история территорий, ныне входящих в СССР. Вот позиция. Все марши. Но за Кириллом и Фодией борются теперь каждая национальная литература, история македонской литературы, история болгарской литературы начинается с них. И, кстати, это тоже общее поле, где идет, это общее культурное наследие славян, где идет диалог и в то же время приватизация.